Ну что ж, друзья, наидобрейшего всем вам времени суток. Как всегда, с вами Док Браун на ваших экранах Kingdom Underfire 2, для тех, кто не знает. И сегодня у нас вот такой вот имхо по поводу этого проекта. Собственно, это не обзор. В этом видео я расскажу именно свое отношение к игре, отношение к игровому процессу, игровым нюансам и так далее, и тому подобное. И расскажу, вижу ли я будущее этой игры в России, среди нашего с вами игрового комьюнити. Вот об этом и пойдет речь. И, собственно, кстати, если вы не знаете, что это как Kingdom Underfire, то обзор на канале, рекомендую его посмотреть. Ссылка на него будет в описании под видео. Ну а если я еще и не забуду, то в конце видео тоже вставлю ссылочку на него. Итак, Kingdom Underfire 2. Ни для кого не секрет, что игра уже совершенно не нова. Она очень долго разрабатывалась, долго издавалась за рубежом. И вот, наконец-то, она издалась там. И, наконец-то, она добралась и до нас с вами. Спустя столько времени. Ну, еще не добралась, но добирается. Так как ЗБТ уже этой осенью, уже скоро. И, собственно, ставится вопрос, что, а нужна ли нам эта игра в 2017 году? И не получится ли, что это что-то на манеру Икаруса? Древняя игра, в которой нет ничего интересного, нет приятной графики. И, как бы, играть в нее нет смысла. Вот это самый основной вопрос, на который я постараюсь ответить. Начнем с того, что одни игру очень хвалят, другие же игру очень ругают. К какой категории отношусь я? Я отношусь к категории тех людей, которые будут в нее играть. Сказать, что я прямо хвалю игру, и что она просто бесподобна, божественна и невероятно прекрасна, нет ни в коем случае. Игра выглядит просто хорошо. Она просто действительно хорошо выглядит. То есть, сверх чего-то необычного там нету. Но, глаза не давит уже, спасибо. А сказать, что она в чем-то вот таком, в плане, например, боевки просто невероятно, то, как бы, тоже особо нет. Боевка просто приятно выглядит. Но есть все-таки нюанс. Один большой нюанс. Kingdom Underfire все же не является абсолютно полностью MMORPG игрой. Это что-то еще и со смесью стратегий в реальном времени. И вот тут-то я и хочу сказать, что, когда меня часто спрашивают, мол, ой, док, а что в ней такого уникального? Да, очередной шлак, очередная китайщина, корейщина, которых миллион. Ну, вот тут-то я и хочу послать всех тех, кто так говорит. Потому что, на самом деле, это неправда. Не то же самое. И это не клон чего-то там. Это абсолютно другая. И, по крайней мере, для русского сегмента игроков уникальная игра. Сейчас все-таки сразу хвалит наш реклама. Думайте, что хотите, ребят. Но, пускай хоть кто-то из вас в комментариях мне напишет, как много вы знаете вот таких вот MMORPG игр с примесью стратегий в реальном времени, где, кроме вашего персонажа, у вас под командованием есть еще и целая армия. Пехотинцы, мушкетеры, стрелки, мортирщики, эскадрильи с драконами. Да, все это тут есть. У вас есть отряды, у вас есть свое войско. Вы, конечно же, тут будете качать своего персонажа. И вот это вот, собственно, и есть та самая MMORPG-часть. Что, да, ты будешь периодически на локации один. Пришел в город, побежал, взял задание. Вышел за пределы города. К примеру, тоже открытая какая-то локация. Ты побегал там, пособирал травку, порубил дрова, поубивал мобов. Что-то где-то выбил, пошел, сдал квест и так далее. Но очень много локаций здесь именно как раз таки данжей. То есть ты приходишь в данж со своей армией. И вот это круто. Масштабность боев. Вот именно масштабность боев здесь просто зашкаливает. Потому что когда ты собираешь пати игроков, там, например, со своими друзьями или еще с кем-то. И с ними вы пойдете в данж, это будет просто бомбезно. Потому что у каждого из них будет своя армия со своими отрядами. Это все будет как-то комбинироваться, управляться. В зависимости от того, умеете ли вы хоть как-то складывать стратегию и так далее и тому подобное. Вот в этом вся уникальность. На данный момент это реально единственный такой проект, который я знаю. Может быть в Азии где-то что-то есть еще похожее. Уже давным-давно изданное. И там китайцы, корейцы, японцы играют. Но у нас с вами. И я лично не припомню ни одной такой игры. Для тех, кто не знает, что такое стратегия в реальном времени. И понятия не имеет, что происходит, к примеру, сейчас на экране. То, ребят, вспомните казаки, эпоха империи, к примеру, завоевание Америки и так далее. Вот это вот стратегии в реальном времени. Вы выделяете свой отряд и отправляете его мочить противника. Но, несмотря на то, что это как бы стратегия. И дальше ты будешь управлять своими отрядами. Направлять их куда-то, кого-то бить и бивать. В любой момент ты можешь обратно переключиться на своего персонажа. И просто ринуться в бой непосредственно своим героям. Которого ты уже создал. И принимать непосредственно участие в крушении противника. Это круто. Выглядит это бомбезно просто. Чем больше пати, тем больше экшона на экране. Просто пачки монстров. А огромные боссы. Захваты крепостей. Там, господи, чего тут толка нет. Это офигенно. Это реально круто. И да, я лично считаю, что именно в этом и есть уникальность игры. Потому что тут не нужно будет просто пойди убей 10 кабанов. Это здесь не будет самым главным. Потому что все квесты в MMORPG обычно строятся на этом. Пойди убей 10 кабанов, принеси мне их куйки. Пойди убей 5 оленей, принеси их до рога. И пойди замычи еще 10 кроликов мяса притащишь на костре пожарен. Вот на этом заканчивается абсолютно любая MMORPG. То есть да, там есть крафт, есть профессии. Но в основном это все сводится к тому, что пойди убей. Здесь же стратегическое планирование. Именно это и есть уникальность. Если кто-то не согласен, то пускай хотя бы приведет пример какой-то реально похожей игры. И скажет, что Kingdom Underfire это клон. Вот как-то так, ребят. Это лично мое опять-таки МХО. А я так как, в принципе, мой путь геймера начался именно со стратегии. А если быть более точным, то с Age of Empire второй части. Собственно, то я люблю стратегии в реальном времени. И я уверен, что Kingdom Underfire 2 сможет привлечь новых игроков к жанру MMORPG в целом. Потому что любители стратегии далеко не всегда любят заморачиваться с MMORPG. А вот такая вот смесь MMORPG и RTS. Вот это вот сможет привлечь реально новых игроков к этому жанру. И пополнить, так сказать, наши с вами ряды. Наши ряды любителей MMORPG игр. Так что Kingdom Underfire, лично я считаю, что она у нас зайдет. Зайдет многим. И будут в нее играть. И будут играть очень хорошо. И, пожалуй, долго. Ну а если еще и иного будет развивать киберспортивную составляющую игры. И у нас там будут какие-то арены с массовыми зарубами. Да еще и с денежными призами. То я уверен, будет вообще офигенно. Круто, бомбезно и так далее, и так далее и тому подобное. Так что я очень жду закрытого бета-теста. Зову вас туда же. Присоединяйтесь. Будем играть вместе. Ну и, конечно же, ОБТ. Конечно же, хочется все-таки увидеть уже все масштабы игры на русском языке. Переведенное. Не мучиться с китайскими иероглифами. Не заморачиваться с этим. А уже на родном, на русском. Сидеть, изучать игру. И наслаждаться. Там реально круто. Да, игра не нова. Она уже старенькая. Но это не мешает получать реальное удовольствие от игрового процесса. Пробуйте сами. Делайте выводы сами. Это было лично мое имхо. Лайк, если согласен. Дизлайк, если не согласен. Ну и в комментах хотя бы пишите, почему не согласны. И что лично вы считаете уникальным MMORPG. И, блин, не знаю. А пишите в комментариях MMORPG своей мечты, так сказать. Даже интересно. Ну а ссылки на игру в описании. Так что, если кто-то все еще не нашел официальный сайт. И не знает, как попасть на ЗБТ, ОБТ. То ссылочка прямо под видео. Переходите и присоединяйтесь. На этом все. Всем удачи. И до новых встреч. Пока-пока.